11.06 в Кирове. Начинается программа «Дневной разворот». Здесь студия Владимир Сметалин. И Светлана Занько. Добрый день. Мы впервые приветствуем вас в прямом эфире в наступившем 2018 году. Ну, год-то новый, а тему, которую мы будем поднимать в первом часе, она не то чтобы старая, она вечная. Это, наверное, можно так сказать. Это правда. Мы будем говорить о ЖКХ, а конкретно какие изменения в сфере жилищно-коммунального хозяйства ожидают кировчан в 2018 году. И беседовать мы будем на эту тему с Андреем Воробьевым, руководителем автономной некоммерческой организации ЖКХ «Эксперт», экспертом общественной палаты Кировской области. Андрей, добрый день. С днем рождения. С днем рождения. Добрый день. Всем очень рад вас приветствовать в этом году. Практически год назад мы здесь тоже были в студии, 10 января 2017 года, и говорили о том, почему же так резко похолодало в квартирах в северной части нашего города. Но, слава богу, в этом году не случилось этого, в новогодние праздники. Слава богу. Я думаю, погода еще здесь помогла. Погода помогла. Не слишком холодно, собственно, было в новогодние каникулы. И праздники помогли. Не замерзать, а согреваться. А некогда было мерзнуть. Да, точно. Я не зря поздравилась. Не просто так сказал с днем рождения. Действительно, у Андрея сегодня день рождения, а вчера был у Володи Смири. Да, да. Два именинника сегодня у нас в студии. Присоединяйтесь к тем, у кого завтра будет еще день рождения. Бесконечные праздники. Звоните. Я знаю, что 10 числа завтра будет у Валентина Николаевича Пугача. Точно. День рождения у ректора опорного вуза. Так что будем поздравлять еще, видимо, долго-долго с праздниками друг друга. Однако, несмотря на то, что, в общем, неплохо прошло начало года, судя по всему, без каких-то страшных сбоев и трагических событий, да, масса трагических событий, мы удалось этого избежать. Кстати, надо будет ГИБДД, Володя, пригласить, чтобы они нам рассказали, как новогодние праздники прошли. Сколько было нарушителей, в самом числе нетрезвых. Я, например, была свидетельницей аварии, вот как раз по советскому тракту, когда, помните, в 7 утра была большая авария, отцепился прицеп у грузовика и еще две машины пострадали. Там со смертельным исходом я это тоже все наблюдала. Надо будет запланировать и сделаем. Сейчас вернемся к нашей теме, которую мы анонсировали. Мы основываемся на публикации, которая вышла до Нового года у наших коллег на своем Кировском. Подробно достаточно. Андрей рассказывал о том, что нам предстоит в 2018 году. Но печатная версия есть печатная версия. У нас есть прямой эфир. Возможно, задавать вопросы 211-101. Номер телефона прямого эфира. Пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы, которые вас тревожат. Если что-то будет непонятно из того, что мы сегодня обсуждаем, рассказываем, тоже, пожалуйста, звоните и уточняйте. Потому что есть изменения в законодательстве. Мы их констатируем. А как обычно, процентов 80, если не 90 населения не понимают на самом деле, когда что наступит, чем это все нам грозит, как свой бюджет планировать. Примерно так. Ну, новшеств действительно немало. И некоторые из них можно оценивать как движение в положительную сторону, в сферу улучшения. Но много еще и изменений таких не слишком приятных. Давайте с хорошего. С хорошего или с плохого начнем? С хорошего. Давайте с хорошего. Андрей, пожалуйста. Во-первых, я бы хотел отметить, что положительно, я считаю, решение президента нашей страны, который объявил на своей прямой линии о том, что необходимо отрезать управляющей компании от денежных потоков. То есть управляющая компания занималась только управлением домом, его содержанием, обслуживанием, ремонтом и сопутствующими услугами вывоза мусора. Сейчас получается, что вся оплата за коммунальные услуги и за жилищные идет через управляющую компанию. То есть за ремонт дома и за свои коммунальные услуги, за горячую воду, за холодную, за отопление, за электричество. Это все идет через расчет насчет управляющей компании. Президент жестко сказал, что необходимо эту работу ускорить. И оплата за тепло, холодную воду и другие ресурсы должны идти напрямую поставщикам. Интересно бы знать, как это. Тепло, газ, электричество, вода. Холодная, горячая вода, водоотведение. Водоотведение. Все вот это отрезается. Что остается у управляющей компании? Только управление многоквартирным домом и содержание текущий ремонт. Что включает в себя управление многоквартирным домом? Это те услуги управляющей компании, которые необходимы для того, чтобы дому предоставлять в том числе и коммунальные ресурсы, и вывоз мусора. То есть это заключение договоров, хранение технической документации на дом. Это какие-то паспортные услуги. То есть регистрация граждан. Ну и такие вот сопутствующие. То есть управление это тот минимум, который необходим для каждого дома. Так, плюс? Содержание общего имущества. То есть это и обслуживание теплосчетчиков. Известная проблема у нас в городе Кирове. И его поверка. Это мытье полов в подъездах. Это очистка от снега придомовой территории. Это очистка от снега крыш. Текущий ремонт? Текущий ремонт это уже дальше. Текущий ремонт это замена. Вот небольшая замена каких-то элементов. Например, труб, холодная, горячая воды. Проводов электрических. Там какое-то небольшое латание дыр на крыше. А вот это вот опрессовка, вот это вот все, это тоже? Это все входит в содержание общего имущества. Это управляющая компания. Он будет этими вопросами заниматься. Хотя это среди экспертного сообщества этот вопрос является дискуссионным. Потому что... О чем дискуссия? Дискуссия в том, чтобы ресурсоснабжающая организация, получая оплату от потребителя, от граждан, должна отвечать за его качество. То есть, логично, если мы у продавца покупаем какой-то товар, то он за него несет ответственность. Как, в принципе, у нас в любом магазине. И должен действовать закон о защите прав потребителей. Сейчас по законопроекту предполагается, что ответственность в любом случае будет нести управляющая компания. Вне зависимости от того, какого качества поставила ресурс, например, теплоснабжающая организация. Интересно. То есть, поставляет ресурсоснабжающая организация, отвечать за качество будет УК. Как это? Да. То есть, если повторится ситуация, как в том году, в январе, когда северная часть города Кирова мерзла. Как это мы говорим? Снижена была температура теплоносителя, да? Да. А управляющая компания в любом случае по закону должна обеспечить нормативную температуру в квартирах не менее 20 градусов и не менее 22 градусов в угловых комнатах. То есть, как это сделать? Это сделать невозможно. Соответственно, перерасчеты все пойдут из кармана управляющей компании. Она откуда эти деньги возьмет? Она возьмет как раз из строки за содержание дома. Опять же, дом будет меньше ремонтироваться. Не получилось у нас только про хорошее начать. Так. Но сейчас будут большие поправки ко второму чтению, где правительство, я надеюсь, все-таки сбалансированный вариант этих поправок несет. С учетом и предложений фонда института экономика города, московская организация, которая очень плотно работает над изменением в законодательстве. Ее эксперты входят в общественный совет при Минстрою и активно они работают с ним. И надеюсь, что он будет сбалансированный, где права потребителя, гражданина, управляющей компанией и ресурсоснабжающей организации будут сбалансированы. А не как сейчас, что, по сути, это прямое лобби ресурсников, которые будут напрямую получать деньги, но фактически ни за что не отвечать. То есть вы хотите сказать, что вот это изменение пролоббировали ресурсоснабжающие компании? Их, как сказал Володя, президент Путин сидел-сидел и услышал. Их услышал, да. Теперь ему придется услышать, что есть другая сторона этой медали. И кто будет отвечать за некачественные услуги, да. Как может управляющая компания, не получающая за эти деньги, за это отвечать? Как должно быть, на ваш взгляд, Андрей? — Должно быть так, что если температура в кране в квартире горячей воды меньше 60 градусов, соответственно, ресурсоснабжающая организация, которая поставляет эту горячую воду, должна сделать перерасчет потребителя, а потом уже разбираться, это была вина управляющей компанией или сами они... — Расчет в пользу потребителя, да? — В пользу потребителя. То есть они сами должны разбираться, если никак они не могут договориться, кто из них прав, кто виноват, пусть они решают этот вопрос в суде. То есть потребитель, гражданин, страдать при этом не должен. Точно так же и по отоплению, по электрической энергии. — А что мы ожидаем, что это может быть, да, вот такое равновесное решение быть принято? Уже такие поправки пишутся, да? — Такие поправки написаны, они предложены, они имеются в министерстве, они имеются в правительстве Российской Федерации. — К какому сроку должны принять эти или не принять поправки? — По моей информации, сотрудники Министерства мне сообщили, что это конец января этого года. Начало февраля закон будет принят в трех чтениях, потом на одобрение в Совет Федерации, но это неделя-две, и подписание президентом. То есть до конца февраля закон должен вступить в законную силу. — И второй вопрос, который здесь возникает. Все-таки принцип одного окна, он как и декларировался, так и в нашем понимании, обывательском, он вроде бы как полезен. Потому что когда ты получаешь одну квитанцию, там все расписано, все тебе понятно. А так теперь что получается? От каждой ресурсно-снабжающей компании своя квитанция, от управляющей компании своя квитанция. Вот такая кипа будет приходить бумажек? — Четыре года назад, когда только этот законопроект задумывался, так и планировалось. Сейчас министр строительства ЖКХ Михаил Мень сказал, что будет одна квитанция, где будут просто несколько реквизитов. — А кто будет печатать эту квитанцию? — Да, кто формировать будет этот документ? — Это тоже большой дискуссионный вопрос. Но опять же, пока предполагается, что все это будет делать или управляющая компания, или ресурсно-снабжающая организация. Но это в исключительных случаях. Если у дома непосредственно управление или какие-то другие варианты, когда, например, управляющая компания не заключила договор с ресурсно-снабжающей организацией, тогда как раз теплоснабжающая организация, водоснабжающая являются исполнителем коммунальных услуг для потребителей. То есть она несет ответственность за качество, она и будет печатать квитанции. Вот здесь тоже несколько вариантов. В первоначальном законопроекте еще правительство предполагало, что будут единые кассовые расчетные центры. — Что-то новое, да? — Опять же, единое, имеется в виду, что один будет у нас большой расчетный центр. В Кировской области, который будет определяться правительством Кировской области, через который пойдут все денежные потоки, а он уже будет эти деньги расшеплять. Например, пришло от гражданина 3 тысячи рублей за все, за холодную воду, за горячую, за ремонт дома. Эта организация эти деньги поделила. 200 рублей управляющей организации, 500 рублей теплоснабжающей организации, 300 рублей водоканалу, 400 рублей энергосбыту. Но от этой идеи хорошо отказались, потому что собственники, я считаю, должны сами определиться, каким способом им удобнее платить. Через расчетно-кассовые центры, напрямую поставщикам, все через управляющую компанию, чтобы она потом распределяла. И необходимо отметить, что как раз прямые договоры — это факультатив, то есть это опция для собственников. Они будут выбирать. Хочу-не хочу. Буду заключать, не буду заключать. Да, может им удобнее через управляющую компанию. Может на эти деньги не крутить, не мутить, как все думают, покупать датчик от этой же машины. Хотя такие случаи, конечно, есть. Я сам знаю такие организации. И земельные участки покупают, и ипотеку для своих родных берут на эти деньги. Но есть и ответственные управляющие компании, которые хорошо исполняют свои обязанности. Не все жильяки-воры, да, то есть можно работать с ними. Мы сейчас проверяемся буквально на полминуты, и снова в студии с Андреем Воробьевым, руководителем автономной некоммерческой организации ЖКХ «Эксперт», 211.1 номер телефона прямого эфира. Продолжается программа «Дневной разворот». В Новый год по новым правилам. Какие изменения в сфере ЖКХ ожидают кировчан? Обсуждаем мы с Андреем Воробьевым, руководителем автономной некоммерческой организации ЖКХ «Эксперт». Экспертом общественной палаты Кировской области. И вот все-таки хочу понять, кто здесь выигрывает в итоге? Такое ощущение, что это какое-то масло масляное. Все равно решают люди, как им лучше обслуживаться, с чего ресурсоснабжающие организации взяли, что с ними будут заключать прямые договоры. То есть здесь есть выгода жильца. И второй вопрос, который здесь встает. Одно дело получать, например, плату за весь дом с управляющей компанией, другое дело получать плату с каждой квартирой отдельно. Здесь очень такой, опять же, дискуссионный вопрос. И, на мой взгляд, не имеют однозначных преимуществ для ресурсоснабжающей организации. Если, например, у организации, которые сейчас нам поставляют газ и электричество, с ними давно, по сути, напрямую идут расчеты. То есть у нас отдельная квитанция. Ну, каждая своя квитанция, да. Да, каждая своя квитанция. То у них и отделы специальные есть в организации, люди работают в штате, которые занимаются как раз взысканием долгов. То есть подают постоянно в суды, у них все отработано. Есть перечень должников, определенная сумма несобираемости. Кстати, у них, причем, очень достаточно высокая собираемость по электричеству и по газу. А если же организации такие, которые поставляют газ, горячую воду и отопление, начнут делать то же самое, то у них очень сильно возрастут издержки на юридические услуги. Даже сейчас, по мнению некоторых экспертов, процент за юридические услуги в нашем тарифе за отопление горячую воду составляет порядка 20%. Да ладно. Это только юридические услуги. Пятая часть идет на всю эту процедуру. То есть вопрос не закрыт. Мы-то и здесь пострадаем, нет, Андрей? Да, хотелось бы понять, что для простых жителей, собственников квартир, мы-то что получим, если система заработает по-новому? Если доверия к управляющей компании сильно нет, и есть предположение, что эти деньги, эти деньги, я имею в виду плата за коммунальные услуги, за отопление, за горячую воду, используются не по назначению и не передаются вовремя коммунальщикам, то по решению общего собрания можно платить напрямую. Тем самым, можно так сказать... Это уже можно сделать и сейчас. Это можно сделать сейчас, но это будут просто прямые платежи. То есть ответственности, опять же, никакой нет со стороны ресурсовоснабжающих организаций. И с должниками будет работать не ресурсники, а управляющая компания. То есть тут большой выгоды для собственников пока что нет, никакой. Ну, в общем, я так понимаю, что вся эта бодяга, извините, началась, потому что ресурсоснабжающие компании устали от невыплат управляющих компаний, недобросовестных, и решили, что граждане, наверное, будут платить лучше напрямую. Но не факт. Добросовестные, да. Но не факт. Кстати, что касается управляющих компаний, если заработает система по-новому, в том числе в управляющих компаниях не нужны будут бухгалтеры, всевозможные экономисты. То есть штат им придется серьезно свой почистить. Я думаю, останется все то же самое. Все то же самое. Да, потому что бухгалтер все равно нужен. Вся начисление платы за содержание, текущие ремонты все равно необходимы. Хотя, на мой взгляд, уже существуют доступные технологии, которые могут отказаться вообще от бухгалтера. То есть есть и программы хорошо написанные, не буду рекламировать. Есть и сервисы в интернете, которые также позволяют все автоматизировать. Даже при создании ТСЖ, раньше думали, надо искать бухгалтера, сантехника, электрика, теплотехника, юриста. Ничего это делать не нужно. Есть специальные сервисы, есть сайты, где достаточно просто с ними заключить договор. И в случае необходимости они приедут и что-то починят. Это такой аутсорсинг, да? Да, это если резко что-то сломалось. Зачем платить зарплату каждый месяц электрику и сантехнику, если у вас дом относительно новый, ничего не ломается? И у нас в Кирове тоже можно таким ресурсом пользоваться? Можно, можно. А вот на этих семинарах, которые вы проводите, вот это все рассказываете, да? К сожалению, нет, потому что на этих семинарах у нас тематика немножко другая. И желания у части собственников, которые приходят на эти семинары создать ТСЖ пока нет. Хотя это очень перспективное направление. И во многих регионах даже идет субсидирование и финансовая поддержка из местных и региональных бюджетов на регистрацию, создание ТСЖ и на дальнейшую деятельность. Я уж не говорю о том, что и капитальный ремонт софинансируется. А почему у нас не стимулируется создание ТСЖ? Потому что нету какого-то воли. Говорите, как есть. Кому-то выгодно, значит. Или кому-то выгодно. Нет вообще никакой пропаганды в этом отношении. То есть все-таки ТСЖ — это больше знаний, больше понимания управления дома, больше понимания принятия решений, правильно я так понимаю, да? Больше ответственности. Больше ответственности и экономическая некая выгода все-таки для жильцов. Экономическая выгода — раз. Управление намного проще — два. То есть даже если вы не хотите заморачиваться с бухгалтером, сантехником, открывать какую-то бухгалтерию, вести отчетности, вот эти все что-то кого-то искать, создайте ТСЖ, заключите договор с организацией, которая будет обслуживать ваш дом на первое время, так называемая ленивая ТСЖ. Если вы почувствуете, что у вас появились силы, у вас активное правление, активные жильцы в доме, то можно перейти уже на самостоятельное управление дома. Я считаю, что вот те 400 ТСЖ в Кирове и 700 ТСЖ по всей области, вместе с ЖСК, жилищно-строительными кооперативами, они вот тут двигатель прогресса в сфере ЖКХ. То есть управляющие компании в данный момент в 95 случаях, наоборот, делают какой-то регресс. То есть никакого развития практически нет. А вот ТСЖ в ЖСК, они самые активные, они следят за законодательством, они постоянно участвуют в семинарах, у них регулярно возникают вопросы, так как законодательство меняется. И споры с жилищной инспекцией, с прокуратурой иногда совершенно обоснованные, и в судах мы признаем их решение незаконными. А что мешает общественной палате, тому совету, экспертом которой вы являетесь, например, заняться вопросом развития ТСЖ в Кирове? — Ничего не мешает, этим занимаемся, может, просто пока не так активно, но я вам, может, приоткрою небольшой секрет, есть в этом году в планах открыть школу для председателей ТСЖ. — У кого в планах? — У меня. — При ЖКХ-эксперт имеете? — При автономной, да, при моей автономной организации. Вот, есть и такие планы, есть. — Школу для действующих руководителей или для потенциальных, для желающих? — Для всех, наверное. — Для всех, для ТСЖ, именно и для ЖСК, потому что советы домов — это немножко другое, то есть у них споры в основном с управляющими организациями. — Вот давайте к советам домов сейчас перейдем как раз, да, потому что в первом квартале 2018 года ожидается принятие закона, который будет гласить о том, что собственники, чьи дома находятся в управлении управляющих компаний, могут проводить общие собрания в виде конференций, да, то есть вот каких-то делегатов посылать. Расскажите, что это такое и зачем это все? — Это, конечно, тема далеко не новая, и для многих она знакома, а для 90, я думаю, что 5% граждан вообще она знакома, так как они хотя бы раз в год услышали о том, что проводятся выборы. — Выборы муниципальные, выборы региональные, в Государственную Думу, выборы президента раз в 6 лет. То есть так или иначе, мы знаем, что существуют некие депутаты, или их можно сказать, что делегаты по-другому, которые представляют или должны представлять ваши интересы, например, в областном парламенте или в Государственной Думе. Этот институт работает уже давно, можно сказать, что сотню-то лет точно в нашей стране. — В нашу страну имею в виду, да. — Да, имею в виду, да, в нашей стране, я уж не говорю, что самый древний парламент, а в Англии ему там уже очень много лет. — Так, давайте не углубляться в историю, а то мы сейчас и начнем разбирать текущие выборы. — Ну и для... — Давайте про управляющих компаний и жильцов. — Для жилищно-строительных оперативов такая опция действует. Также с момента введения жилищного кодекса, то есть с 2005 года, они члены ЖСК активно проводят в этой форме, у тех ЖСК, у которых это предусмотрено уставом. — У вас ЖСК, Володя? — У ТСЖ. — У вас ТСЖ. — Да, вот это... — Ленивое ТСЖ. — Ленивое ТСЖ. — Как сказал Андрей, у нас обслуживающая организация. — Пока еще проводят общее собрание членов ТСЖ. Вот, поэтому это, в принципе, не новое. Механизм просто его хотят распространить на всех собственников, то есть не только на ЖСК, но и на общее собрание собственников, помещения в доме и на ТСЖ. То есть я считаю, что эта опция не просто полезная, она архинужная, потому что невозможно собирать всех собственников в доме, чтобы они какие-то решения принимали. Кому-то некогда, кому-то это неинтересно. У кого-то просто... — У кого-то просто оставляет палки в колесо любому решению предложения. — Не хочет. Я вот уже приводил как-то пример о том, что в Америке необходимо... Это в Америке многоквартирный дом был, и там был такой некий совет дома, можно сказать, аналог правления нашего для ТСЖ. Им необходимо было провести капитальный ремонт. В доме надо было миллион долларов. В доме 200 человек, собрались 10 из 200, часть из которых пенсионеры, там... — Ну, люди, у которых побольше свободного времени. — Должны быть все-таки люди, представляющие разные, например, социальные слои, возрастные группы. — Часть пенсионеров, часть рабочего класса, часть каких-то молодежи. И они между собой решили, что необходимо проводить и капитальный ремонт, и сбрасываться по столько-то там рублей или долларов. — И, соответственно, они приняли решение, которое обязательно для всего дома. Здесь предполагается, что будет аналогичная норма, что эти делегаты будут принимать решения, которые не связаны, например, с капитальным ремонтом. Потому что капитальный ремонт пока — это еще компетенция именно собрания всего дома. А какие-то такие вопросы, которые не требуют прямо сбора всех собственников в доме. Например, внести изменения в договор с управляющей компанией, принять решение о каком-то текущем ремонте, например, крыльца фасада или заменить теплощетчик. Кстати, вот с нового года внедрили требования также в законодательство, что необходимо благоустраивать многоквартирный дом для инвалидов. То есть доступная среда должна быть, чтобы, может, было на коляске спокойно. — Выехать, въехать. — И это тоже на собственников жилья ложится, эта обязанность? — Пока нет. Пока предполагается, что это будет за счет бюджетов. То есть если в бюджете будут деньги, то такие дома будут за счет... — Бюджетов-муниципалитетов? — И местные бюджеты, и оригинальные, в зависимости от условий поддержки. То такие дома будут постепенно оборудоваться там, где это необходимо. То есть, опять же, власти будут разрабатывать условия необходимости создания в том или ином доме таких устройств для людей с ограниченными возможностями. — Речь не идет об об всем местном обустройстве. Только там, где, собственно, люди проживали. — Для начала там. — Ну, если собственники в общем собрании приняли, они, конечно, также могут это сделать, но уже за свой счет. — И вот эти делегаты, которые избираются, они на какой срок избираются? — Они избираются на срок, установленный общим собранием. — Общее собрание собралось, говорят на три года, на год. — На три года. — Или на год. На год, на три года. Выбирают делегатов. И эти делегаты от года до трех или, там, не знаю, четыре срока подряд, они работают. А если не нравится работа такого делегата? — Если не нравится, то собственники могут прийти. — Отозвать можно его? — Можно отозвать, можно прийти на это собрание делегатов и сказать, что мы голосуем вот так. Этот делегат неправильно голосует. Мы хотим, чтобы было так. Но лишь бы до мордобоя дела не доходило. Я думаю, что не должно. Потому что многие очень критично к этому законопроекту отнеслись, что управляющая компания будет подкупать делегатов, находить своих людей, не будут принимать решения в пользу управляющей компании. Все будет еще хуже. Так вот, я хочу ответить таким вот гражданам, что не надо всех везти под одну гребенку. Есть дома, которые самостоятельно работают, справляются со своими задачами, которые могут и умеют принимать решения. Это очень важно. И больше таких домов нам требуется. Мы сейчас проверяемся буквально на полторы минуты. У нас реклама. И продолжим с Андреем Воробьевым, экспертом общественной палаты Кировской области в сфере ЖКХ. Давайте продолжать наше общение с Андреем Воробьевым, руководителем автономной некоммерческой организации ЖКХ-эксперта, экспертом общественной палаты Кировской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Мы говорим о новшествах в коммунальной сфере с 1 января 2018 года. И неизвестно идем мы в сторону увеличения тарифов. Можно как бы не про тарифы, а про вчерашний пост Андрея? Не возражаешь? Пожалуйста. Пост, который в фейсбуке Андрей выложил. Под заголовком миллиона граждан Российской Федерации не дождутся обещанного ремонта. Государство сэкономит сотни миллиардов. О чем речь идет? Речь идет о том, что депутат Государственной Думы Алексей Куриный прокомментировал поправки, которые были введены в законодательство, а именно в ЖК РФ, которые были направлены на реализацию решения Конституционного суда еще от 12 апреля 2016 года, когда как раз по запросам группы депутатов Государственной Думы проверялась законность вообще введения этой системы капитального ремонта. И тогда Конституционный суд сказал, что все законно, не противоречит Конституции, но необходимо сделать то-то, 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 то-то. И одно из, так сказать, посылов Конституционного суда... Одно из условий. Одно из условий было как раз, чтобы законодатели в виде федерального собрания, то-то, Государственная Дума и Совета Федерации предусмотрели такой механизм ремонта домов, если до момента первой приватизации он не был проведен. То есть, чтобы непосредственно из бюджета муниципалитета, из бюджета субъекта Российской Федерации, то есть региона или федерального бюджета, в чьем введении находился дом до момента первой приватизации, то есть 1991-1994 годы, проводился за счет их бюджета. То есть они должны найти планы включения данных домов многоквартирных, планы по проведению капитального ремонта, определить, что планировалось отремонтировать, исходя из предельной стоимости, которую у нас правительство установило, посчитать, сколько денег необходимо на ремонт дома, и эти деньги перевести непосредственно или фонду капитального ремонта, если дом накапливает деньги в общем котле, либо на специальный счет, если на доме, соответственно, открыт он. Так, я правильно поняла, что действие закона заключается в следующем, что в свое время дома, в которых приватизировались квартиры, и если на момент первой приватизации первой квартиры уже требовался капитальный ремонт, но он проведен не был, то теперь этот капитальный ремонт должен производиться за счет муниципалитетов, а не за счет средств собственников. Так? Не совсем. Я тогда еще раз, пожалуйста, Андрей, для особо одаренных, как я, не очень поняла, в чем здесь дело. Собственники все равно будут платить за капитальный ремонт. Это не освобождает, точнее, проведение какого-то внеочередного капитального ремонта за счет бюджета муниципалитета или региона, не освобождает собственников от уплаты взносов на капитальный ремонт. Им все равно дальше нужно ремонтировать, как указано в программе, по срокам, по видам ремонта или на спецсчете, если они копят. Но если на момент приватизации первой квартиры ваш дом, я имею в виду, дом вот этих граждан находился в плане... Пока по ремонту муниципалитета. Пока по ремонту должны были быть перспективные планы и просто планы по капитальному ремонту, то необходимо в этих планах посмотреть, какие работы должны были быть запланированы по капитальному ремонту, их перенести в новое время, посчитать стоимость, исходя из предель... Актуализировать хочет. Да, актуализировать. И, соответственно, эти деньги перечислить. Муниципалитеты должны перечислить. Муниципалитеты, субъекты, на счет, по сути, граждан, но этот счет может находиться либо в общем госпитале, либо в капремонте. Ну, в общем, на счет капремонта. Но здесь очень много подводных камней, и мы понимаем, что таких планов, если и были, то их уже давно уничтожили. То есть муниципалитеты не признаются, что у них есть такие планы, так как денег у них нету, и ничего не перечислять не захотят. Поэтому я бы сейчас в срочном порядке просто бы сделал ряд запросов и в администрацию, и в правительство, какие у вас были планы. На месте жильцов? Да, на месте жильцов по вашему многоквартирному дому, и, соответственно, потом дальше с этими бумагами работать. То есть что нужно сделать? Нужно понять, когда была приватизирована первая квартира в доме. Не обязательно это знать. Почему? Хотя бы просто можно написать в обращении, что прошу предоставить планы проведения капитального ремонта за такой-то период. Или за период, или до момента первой приватизации. Они сами должны тогда найти. Сами найдут, конечно. И в 30-дневный срок ответить? Да. А потом, получив эти бумаги, соответственно, если подтвердиться, что дом был в плане, соответственно, дальше развивать эту тему и добиваться, чтобы деньги были перечислены на счет дома. Если же дома в плане не оказалось, то, как говорится, пеняйте на себе. Когда норма эта вступила в силу? Она вступила в силу, можно сказать, с Нового года. С Нового года. А почему же тогда государство сэкономит сотни миллиардов? А если сейчас как поднимутся жильцы тысяч домов, и как найдут эти планы, так наоборот, государство вынуждено будет оплачивать это все, а не экономить? По оценкам депутата Куринова, такие планы есть в 10% муниципалитетов по всей стране. А во-вторых, почему получается экономия 300 миллиардов рублей, если до введения этих поправок собственники могли в суде доказать, что у них капитальный ремонт дома не проводился, и обязать муниципалитет отремонтировать его, то сейчас они этого сделать не могут. Поэтому таких исков сейчас уже быть не может. Только в соответствии с новыми поправками можно добиваться получения денег от государства и муниципальной власти. То есть вот здесь и есть экономия. А сейчас мы понимаем, что таких исков уже подано по всей стране на 60 миллиардов рублей. Соответственно, их было бы еще больше, как раз на 300 миллиардов, если бы дальше эту тему стали развивать. Я считаю, что законодатели поняли, что необходимо здесь ставить точку, иначе просто будет большая дыра во всех бюджетах. Еще больше будет дыра. Четыре минуты у нас остается до конца. Давайте все-таки про рост тарифа поговорим. Ну вот капремонт, да, о нем уж начали. А 40 копеек, да, за квадрат у нас с 1 января подрастает. Стоимость капремонта повышенную уже мы получим в феврале квитанции за январь. Что еще у нас выросло? Самая больная тема — это мусор. Мусор. Потому что мусорный тариф, который увеличился в 14 раз, это, конечно, не просто необъяснимо, но это возмутимо. Опять же, я общаюсь с десятками председателей, ТСЖ и ЖСК, которые не знают, что с этим повышением делать. И почему-то какого-то резонанса и публичного обсуждения по этому вопросу не было. Я не понимаю, почему. Вопросы очень важны. Стоимость одного куба по утилизации мусора стоила порядка 19 рублей с половиной, стало 220. То есть повышение в 14 раз. Это вроде бы непонятно, много или мало это 220 рублей за куб. То есть для каждого жильца... Самое главное тут понять вообще, за что это? За что? То есть не совсем понятно. А жильцы-то платят по, можно сказать, фиксированному тарифу за содержание общего имущества. То есть, например, 15 рублей с квадратного метра. Они не знают, что такое 220 рублей за куб утилизации мусора. А плата за мусор у нас состоит в тарифе из двух частей. За вывоз, транспортировку и утилизацию. Так вот, у нас всего, по сути, несколько компаний в городе, которые занимаются вывозом, транспортировкой мусора. Их, наверное, перечислять не будем. Давайте перечислим. Перечислим. Это САХ, Куприд? Нет. САХ занимается утилизацией. И Куприд занимается утилизацией. Их, кстати, всего две для города Кирова. А транспортировкой занимается КДУ-3, Интихсервис, потом на Авиацке. Там какая-то организация, не помню, по-моему, на Авиацк. Как-то так. Ну и, по сути, все. То есть особо выбирать-то низкого. И все эти организации уже подняли свой тариф, в том числе на транспортировку. Свои услуги по вывозу мусора. Одновременно с повышением тарифа они прислали всем ТСЖ дополнительное соглашение, которое будет действовать с июля следующего года. Где у них плата увеличилась в полтора-два раза. Это очень существенно, чтобы вы понимали. Если сбор с одного дома примерно 50 тысяч рублей, то плата за вывоз мусора до повышения тарифа в 14 раз на утилизацию была 15 тысяч. Сейчас она стала 30 тысяч рублей. То есть из 50 тысяч, 30 тысяч это только мусор. Что остается на дом? На дом практически ничего не остается, если оттуда вычесть зарплаты бухгалтера, директора, сантехника, электрика и так далее. В связи с чем возникла необходимость повышения тарифа на вывоз мусора? Как объяснили в оригинальной службе по тарифам, по тарифам у Кировской области это связано с включением платы за негативное воздействие на окружающую среду. То есть которая ожидалась уже на протяжении последних 4 как минимум лет. Да, ее включили, насколько я понял, это за последние 2 года. Ну и предупреждали об этом населении, что такое будет. Потому что с 2019 года у нас должна заработать новая система по как раз... По твердым коммунальным отходам. По твердым коммунальным отходам. То есть людей готовили к этому. А где же, почему же вдруг возникло внезапное возмущение? И где оно? Возникло как раз внезапное возмущение из-за того, что не объяснили, не довели до населения. Как не довели? Два года об этом говорили. Но, видимо, значит, плохо говорили. Тут, Андрей, понимаете, противоречите сами себе. Вы, с одной стороны, говорите, что у нас народ не очень активный и не очень понимает, что происходит вообще с ЖКХ, законодательством и так далее. А сейчас вы говорите, что плохо доводят. Кто все-таки тут виноват? Народ, который не хочет слышать, например, или люди, которые плохо объясняют? Где здесь у нас камень преткновения? Я считаю, что по таким вопросам, посерьезно, особенно, которые связаны с повышением тарифа, где граждане непосредственно каждый день с этим сталкиваются, необходимо более детальную работу проводить. Это, наверное, даже на федеральном уровне, мне кажется. Вот если мы говорим про разъяснительную работу и пропаганду какую-то, даже на федеральном уровне нужно что-то менять в социальной какой-то рекламе и в каких-то программах. Вот об этом надо говорить. Больше, чем политический шоу. Используют, в общем, все каналы для того, чтобы доносить эту информацию. Я думаю, как минимум раз в неделю надо по всем федеральным каналам такую информацию делать. Но, к сожалению, вы понимаете, что эта тема непопулярна, повышение тарифов на федеральных каналах. Да, конечно. И одной вашей радиостанции и постов на сайтах органов власти раз в три месяца недостаточно. Я считаю, что здесь работа была провалена, мягко говоря. Ну, кстати говоря, об этом на самом деле и служащие муниципалитетов, и в правительстве говорят региональных. Очень многие эксперты, что очень плохо разъясняется, мало раскладывается. Надо бы об этом подумать. Каждый на своем месте пытается что-то сделать, хотя очевидно, что единая какая-то федеральная разъяснительная программа, наверное, более бы эффективно работала. Тем более, что все, вот оно, уже настало время, когда тариф вырос. Хочешь, не хочешь, он есть. Даже проблема-то не только в том, точнее, не столько в том, что тариф вырос, а в том, на какие деньги сейчас будет дальше содержаться дом. Чистится снег с крыши, убираться снег на придомовой территории. Без решения общего собрания в одностороннем порядке увеличение этой платы невозможно со стороны управляющей компании. ТСЖРСК. Поэтому кто-то здесь точно пострадает. Я думаю, что в 99% это будут жильцы, к сожалению. Так, нам пора передавать слово нашей службе новостей. Благодарим Андрея Воробьева, руководителя автономной некоммерческой организации ЖКХ-эксперта, эксперта общественной палаты. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова